МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Страшно красиво. Ливень и ураган с грозой прошли по СОРОВу. Сорняк на стероидах. Чем опасен борщевик? Лесная сказка. В библиотеке Маяковского открылась новая выставка. Далее расскажем по всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вырванные с корнем деревья поврежденные автомобили, затопленные улицы города. Такими стали последствия разбушевавшейся стихии, накрывшей СОРОВ 11 июля. Гроза была недолгой. В 16 часов начался сильный дождь. Непогода протяжалась недолго, около часа. Однако последствия были впечатляющими. Порывами ветра повалило десятки деревьев. Некоторые из них вырвало с корнем. Часть из них перекрыла проезжие части. В Садоводческом обществе «Союз» у одного из местных жителей ураганный ветер даже унес батут. Вместе с этим из-за сильного дождя в Сарове затопило некоторые улицы. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что машины буквально плывут по проезжей части. Реки на дорогах прошли довольно быстро. Ливневки не справились сразу из-за большого количества осадков. После окончания непогоды городские службы приступили к наведению порядка. В первую очередь убирали деревья, упавшие на проезжую часть главных улиц. Сейчас уже убрано 90 повальных деревьев. Большинство из них на нежилых территориях, тропе здоровья, дороги на «Союз». Хотя жара пока немного отступила, до конца лета еще далеко. По прогнозам синоптиков, в ближайшие недели температура будет в пределах климатической нормы. А вот август может оказаться рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений. Сильный зной накроет почти всю европейскую территорию России, Урал и часть Сибиря. Чем больше климатических рекордов бьет жара, тем чаще врачам приходится сталкиваться с последствиями тепловых ударов. Лето этого года без катаклизмов не обойдется, обещают синоптики. Жара начала июля немного спала, и впереди у нас несколько дней комфортный плюс 25. Тем не менее, расслабляться рано. В августе синоптики обещают рекордную жару в плюс 34-35 градусов. Такая погода может вызвать тепловые удары. Как правило, они заканчиваются потерей сознания. Любая потеря сознания, ей предшествует некий предвестник, то есть появляется головокружение, темно в глазах становится. Человек понимает, что ему плохо, и в этот момент нужно попытаться просто присесть, если ты рядом, с тобой никого нет. Потерю сознания могут сопровождать судороги. Через какое-то время человек приходит в себя, но у него при этом повышается температура, возникает головная боль, тошнота и рвота. Помимо теплового на жаре может быть и солнечный удар. Он возникает, когда человек долгое время находится на солнце с непокрытой головой. Поэтому совет носить головной убор летом как нельзя более, кстати. Солнечный удар, он, как правило, проявляется тоже головной болью, повышением температуры, тошнота, рвота, и резкая вялость, слабость. Если в вашем присутствии просто кто-то к вам обратился, что стало плохо, и тот же потерял при вас сознание, значит, тогда, конечно, лучше в тень, потому что и сами вы пока будете ждать, например, приезда скорой, вы на солнышке можете получить тот же солнечный удар. Ну и холод на голову, холод на лоб. Также можно смочить волосы. Любая влажная поверхность на ветру охлаждается на 2-3 градуса. Если человек не потерял сознание, надо дать воды. В жару люди стремятся поближе к водоемам. Загорая, надо обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, иначе есть риск получить солнечный ожог. Особенно в возрастном периоде людям, которые уже имеют какие-то пигментные пятна, пользоваться солнцезащитным кремом должны все молодые люди и дети, в том числе, если у кого-то склонность к образованию родинок или появлению родинок очень большая. Значит, солнцезащитные кремы 50+. Причем количество крема должно пополняться в течение дня если человек все время находится на солнце. Если вы все-таки обгорели, поврежденную участок кожи нужно охладить. Если получите общий ожог, то к вечеру у вас может подняться температура и появится головная боль и тошнота. Кожу можно обработать пантенолом. Но не наносите на это место жирный крем, иначе ожог будет усиливаться. Чаще принимайте прохладные ванны и прикладывайте влажную ткань. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Бархатный сезон на курортах России закончится позднее начала октября. Об этом рассказал научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. По его словам, море прогрелось до высокой температуры 24-26 градусов. Такая температура – залог продолжительного бархатного сезона. В прошлом году сезон на черноморских курортах продлился до начала октября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Как отметили в ведомстве, возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Подвели итоги сдачи ЕГЭ по всем предметам в основной период этого года. Наиболее популярными предметами по выбору стали профильная математика, которую выбрали 397 выпускников, физику – 188, информатику и ИКТ – 130, общество знания – 125. 13 выпускников, 8 из которых медалисты, получили 100 баллов по одному из предметов, 4 по русскому языку, 3 по литературе, 3 по физике, 2 по информатике и 1 по математике. По итогам сдачи обязательных предметов математики и русского языка три выпускника не смогли преодолеть минимального порога. Они получат возможность пересдать экзамен в сентябре. 77 выпускников награждены медалью за особые успехи в учении. В России назревает биологическая катастрофа. С каждым годом агрессивный сорняк – борщевик Сосновского отвоевывает все большие территории, вытесняя другие культуры. Растет он и в парке имени Зернова. Из года в год в нашу редакцию обращаются обеспокоенные горожане с вопросом, когда ликвидируют опасное растение. На заросли борщевика по набережной Сатиса пожаловались соровчане в нашу рубрику «Городской дозор». На набережной и у берегов реки часто гуляют дети, которые могут получить от опасного растения серьезные ожоги. Администрация города о проблеме знает, поэтому работники скашивают траву ежемесячно. И это единственный способ борьбы с борщевиком, так как химические средства использовать на этой территории запрещено. Большая масса. Там даже не борщевик растет. Большая масса. Но понятно, что среди них может затесаться какой-то один, который будет выживать ожоги. Поэтому мы боремся в любом случае. На всей территории проводим кошение, химическая обработка борщевика на данной территории запрещена, потому что рядом находится водный объект. И здесь другого способа борьбы, кроме кошения, нет. Департамент городского хозяйства принимает обращение людей и выходит на те места, где растет борщевик. Чтобы проверить, насколько тот или иной вид опасен для человека и является ли борщевиком вообще, представители администрации советуются со специалистами станции юных натуралистов. Консультант Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды Ина Родина отмечает, что большинство территорий, на которых растет борщевик, были заражены семенами растения от новой и завезенной земли при строительных работах. По нашему муниципальному контракту мы три места обрабатываем. Это территория около Пантонного моста и в Яблоневом саду. Около кафе там тоже борщевик по заявлению мы установили. Вот в тех местах мы тоже как бы косим и химически обрабатываем там, где это возможно. Отличить борщевик сибирский, безвредный, от ядовитого сосновского можно по цветкам. У первого цветки зеленовато-желтоватые, листья тонкие и острые, а у второго цветки белые. Кроме того, борщевик сосновского значительно крупнее по размерам. Может быть, даже выше человеческого роста. Края листьев неровные. В первую очередь не должно быть попадания сока борщевика на кожу человека. Даже на одежду. Если попал сок борщевика на кожу, он вызывает такую реакцию, что при падании солнечных лучей вызывает ожоги. То есть опасен не сам сок, а контакт с солнцем. Одежда не спасет. Надо именно темное помещение смывать, смывать, смывать. Он активен будет в течение первых трех дней где-то. Если вы прикасались к борщевику, то в качестве профилактики тщательно промойте прожженные участки большим количеством воды с мылом и не подвергайте кожу солнцу в течение нескольких дней. При появлении первых признаков ожога как можно быстрее обратитесь к врачу. Если вы увидели заросли борщевика, то ни в коем случае не подходите к растению, не трогайте его руками и не разрешайте детям играть вблизи борщевика. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Выбросили на улицу домашних животных, получите штраф до 30 тысяч рублей. А если ваш питомец укусит кого-то на улице, наказание вырастет до 200 тысяч. Также до 200 тысяч из своего кармана выложат чиновники, которые их уличат в бездействии с решением проблем бродячих собак. Таковы новые положения кодекса об административных правонарушениях, которые вступят в силу уже к концу этого года. Также кодекс предусматривает штрафы для цирков и зоопарков за нарушение правил содержания животных. Вырастут штрафы из-за разведения запрещенных животных. В эту категорию войдут и фотографы, которые предлагают тигрят, птиц или обезьян для фотосессий. Штрафы для них вырастут до 100 тысяч рублей. Их можно компенсировать исправительными работами. Причудливые фигуры птиц, зверей сказочных персонажей из корней и веток деревьев. В библиотеке Маяковского открылась выставка саровского мастера Василия Матвеева. Подробнее об экспозиции расскажем в следующем репортаже. Добрый доктор Айболит в окружении лесных жителей дед Мазай и царевна лягушка с пойманной стрелой. На этом стенде гости выставки «Лесная сказка» могут найти героев любимых сказок и повестей. Все волшебные фигуры выполнены из одного материала – дерева. Некоторые образуют композицию. К примеру, «Чудо-юдо-рыба-кит». Особая гордость автора. Хвост загнутый, он уже сделанный. Ну, все эти вот домики, их там как бы, ну, отдельно, конечно, делал их домик. Виталийный там, мельница там. Ну, человечков таких маленьких не могу, конечно. Они уже слишком маленькие, и инструмент у меня не берет такой маленький, чтобы человечки там были. Путь от идеи до реализации каждый экспонат проделал немалый. Начало их создания. Осень. Именно в эту пору Василий Ермолаевич отправляется в лес, чтобы собрать замысловатые ветки и корни деревьев. Затем приносит домой, сушит, подробно рассматривает. К работе приступает только после того, как увидит в них какого-нибудь зверя или сказочного героя. Одну, допустим, ну, если их там несколько, одну искоря к себе под глаза поближе, чтобы ходить, смотреть. Как проходишь, видишь, что бы тут это, что бы тут делать, что бы тут делать-то. И когда уже решишь, что, ага, вот получится, наверное, вот такая вещь. Ножик в руки и вырезаешь. Как говорится, там все лишнее вырезал, оставил только то, что оставил. Василий Матвеев также вырезает по дереву. Для работы, как правило, выбирает осину или липу. Эта техника требует много мастерства, опыта, терпения и усидчивости. В экспозиции выставлено лишь четверть скульптур. Свою богатую коллекцию мастер собирал более 40 лет. Его работы выставляли в музее народной игрушки. В зале искусств Маяковки их экспонируют уже второй раз. Работа с деревом для Василия Ермолаевича стала не просто хобби, а увлечением всей жизни. Когда делаешь, ну, это же какая трудность, какая трудность. Делаешь и делаешь, и делаешь, и делаешь. Вроде бы трудностей никаких не должно быть, потому что все забываешь обо всем на свете. Познакомиться с экспонатами выставки можно в зале искусств в часы работы библиотеки Маяковского без возрастных ограничений. В детской библиотеке имени Пушкина стартовала видеоплощадка «Саров от А до Я». Для юных читателей библиотекарей подготовили видеоролики о малой родине, а также небольшие рассказы об уникальных местах Сарова. Город Саров уникальное место. Это центр передовых технологий и обороны щит страны. Над созданием ядерной бомбы в Сарове трудились такие ученые с мировым именем, как Юлий Борисович Харитон, Андрей Дмитриевич Сахаров, Игорь Васильевич Курчатов. В то же время у города и богатое историческое прошлое. Здесь находится Свято-Успенский мужской монастырь «Саровская пустынь», в котором жил знаменитый русский святой преподобный Серафим Саровский. На территории Сарова святой нес и свой подвиг пустыножительство. Чтобы открыть для юного поколения необыкновенную историю малой родины, в библиотеке имени Пушкина запустили видеоплощадку «Саров от А до Я». Они смогут здесь познакомиться с видеороликами, снятые о нашем городе. То есть такие редкие, можно сказать, кадры о том или ином памятнике нашего города. Я с ними говорю, беседую, что такое малая родина, что является нашей малой родиной и так далее. Краеведческие книги о Сарове для ребят пока сложноваты, поэтому библиотекари адаптируют информацию для младшего школьного возраста. На первой встрече юные читатели поговорили о гербе города, а также узнали о преподобном Серафиме Саровском, Ближней Пустынке и Серафимовском источнике. Я узнала, что означает наш герб. Первое, он означает то, что наш город входит в Нижнекородскую область. Второе, я узнала, что вот это знак монастыря, а третье это атомы, а значит наш город производит ядерное оружие и наш город является закрытым. Каждая новая встреча будет посвящена виртуальным прогулкам по разным уголкам города. Видеоплощадку Саров от Адая можно посетить в отделе краеведения в часы работы библиотеки ежедневно по 18 июля. Справки по телефону 91740. Мероприятие для детей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин